Всем привет! Сегодня разберемся с еще одним режимом таймера. Это асинхронный режим. Будем рассматривать на примере Atmega 8. И в Atmega 8 в асинхронном режиме может работать таймер 2. Для того, чтобы запустить этот таймер в асинхронном режиме, на ноги TOS 1 и TOS 2 мы должны подключить внешний кварц, от которого таймер и будет тактироваться. И осциллятор этого таймера заточен под работу с часовым кварцем. Это 32768 Гц. Никакая обвязка больше этому кварцу не требуется. То есть его достаточно подключить на указанные ноги. Единственное, что советует, это корпус кварца подключить на землю. Я это вот обозначил. И у нас получится ситуация, что весь микроконтроллер тактируется от одной частоты, от внутреннего генератора, например, 1 МГц, а таймер 2 тактируется от внешнего кварца. Поэтому этот режим и называют асинхронным. При этом вот конкретно для Atmega 8 мы можем, если нам требуется запустить таймер 2 в асинхронном режиме, тактировать весь микроконтроллер нам придется от внутреннего генератора. Почему так? Потому что у нас ноги ТОС-1 и ТОС-2 запараллелены с ЭКСТАЛ-1 и ЭКСТАЛ-2. То есть это те же ноги, куда подключается кварц для тактирования всего микроконтроллера. Поэтому, если мы хотим запустить таймер 2 в асинхронном режиме, сам микроконтроллер должен тактироваться от внутреннего генератора. Для других микроконтроллеров это не так может быть. Вот я открыл Даташит на Atmega 16. Здесь ЭКСТАЛ-1 и ЭКСТАЛ-2 отдельно. ТОС-1 и ТОС-2 отдельно. То есть Atmega 16 можно тактировать от внешнего кварца и также запустить асинхронный режим, подключив второй кварц к микроконтроллеру. Открыл Даташит на Atmega 8, раздел таймера 2. Вот его блок-схема. И существует некоторая проблема. То есть, когда у нас таймер работает в асинхронном режиме, то есть тактируется от внешнего кварца, который мы подключили на ТОС-1 и ТОС-2, таймер целиком тактируется от этого кварца. При этом частота этого внешнего кварца обычно гораздо ниже, чем частота, на которой работает микроконтроллер в общем. И поэтому доступ к регистрам этого таймера несколько осложнен. Но у нас есть Даташит, в котором есть раздел асинхронные операции. Здесь вот есть регистр, который отвечает за асинхронный режим. И есть вот такой список действий, которые мы должны выполнить для того, чтобы запустить этот асинхронный режим. Я создал проект от Мега-8АС и перенес этот список действий, уже перевел. То есть, нам нужно запретить прерывание таймера 2, включить асинхронный режим, в регистре АСР поднять бит АС-2. Далее можно изменить, изменять регистры таймера, то есть настраивать его делитель там, ну и так далее. После нужно подождать сброса флагов. То есть, что это за флаги? Вот у нас в регистре АС-СР находится бит АС-2, который, собственно, включает асинхронный режим. И три флага, которые показывают нам, когда свободны регистры этого таймера. То есть, у нас общение с регистрами таймера 2 во время асинхронного режима происходит через некоторый буфер. И пока... То есть, нам недостаточно просто изменить регистр таймера 2. Нам нужно дождаться, когда этот регистр будет фактически изменен. Вот. И для этого используются вот эти три бита. Это биты флажков, которые показывают, собственно, когда у нас изменение регистра произошло. И вот этим действием мы должны дождаться, когда у нас эти все флажки упадут в ноль. После чего мы должны сбросить флаги прерываний в регистре TIFFER. И уже последним действием разрешить прерывания, если они нам нужны. То есть, вот 6 действий, которые мы должны, собственно, сделать. И я прям по этим действиям и буду... По этим пунктам и буду действовать. То есть, для начала нам нужно запретить прерывания. Это у нас в регистре TIMSC происходит. Где-то у нас есть этот регистр. Вот он. У таймера 2, 2 прерывания. И, соответственно, 2 бита в этом регистре нужно опустить в ноль. Мы так и сделаем. Бит ATSIA 2 опускаем. И бит ATSIA 2 опускаем. Вот таким образом мы как бы выполняем первый пункт. Второй пункт. Включить асинхронный режим. Это регистр АССР. Для этого мы поднимаем бит ATSIA 2 в единицу. Далее мы можем менять регистры самого таймера. То есть, TTC2 это счетчик таймера. OCR2 это регистр сравнений. И TTC2 это все, собственно, настройки таймера. Вот. Где-то в DotaShit указано, что в асинхронном режиме после включения этого асинхронного режима у нас все регистры по-моему, вот здесь вот где-то то есть, после включения режима у нас все регистры таймера могут содержать какой-то мусор. То есть, они могут быть заполнены уже какими-то значениями. Поэтому мы должны внести в эти регистры как бы нужные нам значения. То есть, TTC2 мы сбросим в ноль. Так. Я вот этот комментарий тогда перенесу вверх. Сбросим в ноль. OCR мы использовать не будем, но тоже сбросим его в ноль. И теперь настроим, собственно, сам таймер. То есть, мы можем также применить делитель. Сейчас мы откроем этот регистр. Мы можем включить любой режим таймера, но мы его просто запустим с некоторым делителем. И делитель мы выбираем битами CS22, 21 и 20. И нам нужен делитель 128. для этого для этого CS22 поднимем в единицу и CS20. То есть, это у нас будет делитель 128. почему такой делитель? У нас есть частота от кварца 32 768 Гц. Мы ее поделили на 128. И эта частота приходит, собственно, на таймер. делим на 128. Получаем 256. Таймер 2 у нас 8-битный. То есть, таймер-счетчик у нас 8-битный. От 0 до 255 может считать. То есть, тактов до переполнения. То есть, если мы это значение поделим на 256, получим 1. То есть, у нас раз в секунду таймер 2 будет переполняться. Поэтому я, собственно, и применил делитель 128. Так. С третьим пунктом все. Теперь нам нужно ждать сброса флагов в регистре АССР. Мы это будем делать в пустом цикле, как обычно. АССР. Так. У нас мы в регистре АССР подняли 1 бит в единицу. Мы даже сейчас можем открыть этот регистр. То есть, вот, в регистре всего 4 значащих бита. Старшие 4 бита это 0. Они не используются. Бит АС2 мы подняли в единицу. перейдем в программист и третий бит поднимем в единицу. И у нас остаются 3 бита флажков, которые показывают готовность регистров, грубо говоря. И нам нужно дождаться, когда эти биты будут в нуле. Все 3. и когда они в нуле у нас значение в регистре будет 8, так как мы 1 бит подняли. Вот. Мы должны крутиться в этом пустом цикле, пока у нас в регистре регистр АССР не равен 8. Как только он равен 8, мы из этого цикла выйдем. то есть как раз дождемся, когда все эти флажки упадут в 0. Дальше нам нужно сбросить флаги прерываний в регистре TIFFER. Мы сейчас опять же откроем этот регистр. Флаги обычно сбрасываются не записью 0, а записью 1. Но мы это проверим. Вот эти флажки OCF2 и TOF2. OCF очищается записью 1. Записью 1. И то же самое для TOF2. То есть мы должны чтобы сбросить эти флажки записать в них 1. Мы так и сделаем. То есть регистр TIFFER ACF2 и TOF2. Здесь мы сбрасываем флаги прерываний. И теперь можно разрешить прерывание. то есть я планирую использовать прерывание этого таймера. этого я подключу еще библиотеку прерываний. Вот. нам потребуется прерывание и обработчик сразу обозначу таймер 2 по переполнению. есть у нас таймер 2 будет переполняться раз в секунду и соответственно у нас раз в секунду будет вызываться это прерывание. А чтобы его разрешить нам нужен регистр TIMSC. вот регистр TIMSC и вот бит TOE2 это разрешить прерывание по переполнению. Сейчас моего TIMSC и поднимем этот бит в единицу. И для того чтобы у нас работали прерывания нужно еще глобально их разрешить вот таким образом. Сейчас мы скомпилируем посмотрим где-то ошибка вот здесь вот точку запятой все ошибок нет. чтобы посмотреть как все это работает выведу один PIN на выход до 0 и в прерывании буду его дергать вот таким образом буду дергать его два раза чтобы был импульс в одном прерывании один вызывал один импульс чтобы можно было посмотреть частоту и посмотрим какая будет частота и мы получили частоту 1 герц на пине B0 то есть у нас частота прерывания 1 герц и соответственно мы получили 1 герц на этом пине если мы применим какой-нибудь другой делитель сейчас мы посмотрим какие там делители еще есть то есть мы применили 128 если мы применим 64 то получим уже 2 герца в два раза меньше давайте попробуем здесь мы закомментируем а напишем это у нас будет делитель 64 и получили частоту 2 герца вот то есть вот таким образом собственно мы настроили работу таймера 2 в синхронном режиме причем вот здесь запрещать прерывание на мой взгляд не обязательно потому что до этого мы их не разрешали то есть это наверное можно закомментировать на все работает по крайней мере в эмуляции вот то есть если мы прерывание не разрешали до включения асинхронного режима соответственно запрещать эти прерывания не обязательно асинхронный режим удобно применять не только для отсчета времени но и для энергосберегающих режимов в отмеди 8 например в режиме power save режим сна power save отключается все кроме асинхронного режима асинхронный режим таймера работает и таймер продолжает отсчитывать свои такты и соответственно по прерыванию этого таймера можно выйти из режима power save в активный режим вот и для того чтобы проверить насколько это все работает я немножко изменил программку указал тактовую частоту микроконтроллера подключил еще библиотеку delay и библиотеку sleep делитель я теперь применил 1024 то есть прерывание по переполнению раз в 8 секунд происходит указал режим в который будем режим сна в который будем уходить power save и в основном цикле происходит следующее пин подаю единицу на B0 то есть на B0 я поставил светодиод пауза 300 миллисекунд и подаю 0 на B0 после того как подали 0 на B0 проверяю пин B1 B1 у меня подтянут к плюс питанию и через кнопку на землю то есть если кнопка не нажата на B1 логическая единица если кнопка нажата соответственно 0 и здесь проверяю нажата или отжата кнопка если кнопка нажата то уходим в сон если кнопка не нажата то еще одна пауза в 300 миллисекунд то есть если кнопка не нажата у нас работает обычный блинк с паузой между переключениями 300 миллисекунд если кнопка нажата то как только выключился светодиод мы уходим в сон и в сон уходим по-хитрому опять же потому что есть некоторые пункты которые нужно выполнить вот эти пункты в даташите указаны и я их выполнил то есть первый пункт нужно записать что-то в регистры в один из регистров таймера в tccr 2 tcnt 2 или acr 2 acr 2 это регистр сравнения он не используется в программе поэтому я решил использовать его записываю в этот регистр единицу можно записать что угодно далее ждем пока все флаги готовности регистров опустятся то есть опять ожидаем сброса флагов вот этих вот трех и после этого только переходим в сон как только перешли в сон через примерно там ну в районе 8 секунд у нас происходит прерывание и мы начинаем выполнять следующую итерацию цикла снова зажигаем светодиод снова пауза и снова его тушим и проверяем состояние кнопки таким образом я решил проверить насколько этот режим сна эффективен и вообще работает то есть в эмуляции у нас работает пока кнопка не нажата если кнопку нажать ничего не работает из сна микроконтроллер почему-то не выходит вот поэтому я собрал эту схему в железе и сейчас покажу как это работает собрал схему такую же как и в протеусе то же самое вместо кнопки просто проводок сейчас кнопка как бы не нажата то есть на пенеологическая единица и работает просто blink мигает светодиод 300 миллисекунд включен 300 миллисекунд выключен если я нажму кнопку как бы то есть пропадом 0 на b1 то работает уже немножко по-другому микроконтроллер зажигая светодиод на 300 миллисекунд тушит его и уходит в сон через 8 секунд он просыпается снова включает светодиод на 300 миллисекунд и снова уходит в сон то есть в железе работает сейчас я подключу мультиметр и посмотрим потребление микроконтроллера в спящем и в активном режиме подключил мультиметр в режиме измерения тока поставил миллиамперы мигающий светодиод мешает произвести измерения нормально все его просто отключил и сейчас микроконтроллер потребляет 2 миллиампера сейчас он находится в активном режиме и вот перевожу его в режим сна сейчас он в режиме сна потребляет четыре десятых миллиампера но каждый один раз 8 секунд он из этого режима переходит в активный и это можно наблюдать вот только что по потреблению на 300 миллисекунд примерно он выходит в активный режим вот сейчас он уже в активном режиме не потребляет 2 миллиампера я снял нажатие с кнопки снова в режим сна то есть в режиме сна с тактированием от часового кварца от мега 8 потребляет 0,4 миллиампера при питании от 4 вольт на этом у меня собственно все все ссылочки будут под роликом всем привет